Добрый день. Доброй ночи. Прошу. Прежде чем я отвечу на вопросы собравшихся здесь журналистов, с удовольствием это сделаю. Но перед этим я хочу обратиться к гражданам нашей страны. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел сегодня на избирательные участки и проголосовал на выборах президента страны. Причем хочу поблагодарить всех без отключения и тех, кто голосовал за действующего президента, то есть за вашего покорного услугу, и тех, кто выбрал других кандидатов. Это в любом случае важный результат, даже если ваш кандидат не стал действующим или не станет действующим президентом. Это все равно важно, потому что это будет необходимым информационным материалом для действующих властей и для меня в том числе, чтобы все мы учитывали мнения и взгляды тех политиков, за которых были отданы голоса. Вне зависимости от того, сколько человек за них проголосовало. Это первое. Второе. Я хочу, разумеется, поблагодарить тех, кто поддержал на выборах меня и тех, кто даже не пришел симпатизировать, но не пришел на выборы по тем или другим причинам. Хотя результат, конечно, вполне удовлетворительный, уже сейчас это можно сказать. Я вам очень благодарен за это, потому что это, безусловно, самый важный ресурс поддержки и уверенности в своих силах. Спасибо вам большое. В экономике страны все-таки мы обеспечили достаточно стабильный и высокий рост экономики за последние годы. Стабилизировали ситуацию в социальной сфере и, без всяких сомнений, укрепили наше государство. Но, думаю, что поддержку обеспечили даже не эти скромные результаты, а, скорее всего, то, что люди увидели настрой, отдачу, с которой мы работали. И ваш покорный слога, действующий президент, работал последние годы. В этой связи хочу вас заверить и обещаю вам, что работать буду следующие четыре года в таком же ритме. Сделаю всё, что от меня зависит, чтобы и правительство работало так же напряжённо. Обещаю вам, что все демократические завоевания нашего народа будут, безусловно, обеспечены и гарантированы. При этом мы не остановимся на достигнутом, мы будем укреплять многопартийную систему, будем укреплять гражданское общество, делать всё для того, чтобы обеспечить свободу средств массовой информации. И вместе с тем будем создавать такие условия, при которых ни чиновники, прикрываясь интересами государства, ни краснобаи всякие, прикрываясь демократической фразеологией, не могли набивать в себя карманы. Мы сделаем всё для того, чтобы обеспечить стабильный рост экономики нашей страны. Но вот та стабильность и в экономике, и в социальной сфере, о которой мы так много говорим в последнее время, и которой мы, безусловно, дорожим, хочу подчеркнуть это особо, она не является самоцелью. Это только необходимое условие для того, чтобы решить главную задачу – обеспечить рост благосостояния наших граждан, обеспечить рост благосостояния нашего народа, наших людей. То, что было сделано за последнее время, это ещё не благосостояние, это не рост благосостояния, это только зорницы его. Мы, конечно, должны беречь их, но на основе этой стабильности должны, безусловно, сделать следующие шаги для того, чтобы реально обеспечить благосостояние наших людей. Мы должны сделать следующие шаги в экономике, мы должны сделать следующие шаги в социальной сфере. И мы обязательно сделаем их. И, наконец, мы на внешней арене будем стремиться к тому, чтобы гарантировать национальные интересы Российской Федерации. Но ни в коем случае не будем скатываться к агрессивным методам отстаивания наших интересов и к какой бы то ни было конфронтации. Мы будем проявлять в борьбе за наши национальные интересы гибкость, партнёрство, будем стремиться к тому, чтобы добиваться компромиссов, приемлемых для нас и для наших партнёров. Сделаем всё, чтобы обеспечить благоприятные внешние условия для развития России. Это всё, что я хотел бы сказать вначале. Пожалуйста, готов ответить на ваши вопросы, есть ли они ещё остались. Пожалуйста, Интерфакс. Интерфакс Терехов. Владимир Владимирович, вот смотреть, если посмотреть на 4 года тому назад, в чём для вас лично разница, есть ли она в выборах тех и сейчас? Хотя там были первые, сейчас нет, но всё-таки есть ли в чём-то разница? Разница, конечно, есть. И вы, безусловно, знаете, практически всегда выборы вторичные, они сложнее, чем первые. Для действующей власти они всегда сложнее, потому что власть несёт ответственность за всё. И в глазах граждан даже виновата тогда, когда на самом деле её вины как бы и нет, по объективным обстоятельствам. Поэтому выборы второй раз, они всегда сложнее. И то, что сегодня результат гораздо выше, чем это было 4 года назад, это, конечно, вызывает не только чувство удовлетворения внутреннего, но, я бы сказал, вселяет определённую уверенность в то, что делалось на протяжении предыдущих 4 лет, вселяет уверенность в свои силы на ближайшую 4-х летку. В прошлый раз выборы 4 года назад состоялись после того, как я 3 месяца, 4 месяца исполнял обязанности, был председателем правительства и 3 месяца исполнял обязанности президента. И за это время я мог только обозначить болевые точки нашего развития, как я их вижу, и сформулировать основные направления развития нашей страны. Думаю, что тогда люди проголосовали в основном руководствуясь интуицией, доверяя мне и доверяя своей интуиции. После вот такого непродолжительного моего, непродолжительной моей работы на двух самых высоких должностях в России. Сегодня, по прошествии 4-х лет, мы не только повторили этот результат, но и улучшили его, повторяю. И это всё-таки признание, я считаю, что это признание того, оценка, вернее, положительная оценка того, что было сделано за последние 4 года. И, повторяю, для меня это очень важно. Первый канал, Куликов. Были опасения по поводу явки на выборы? Как Вы в целом оцениваете активность избирателей сегодня? Я не знаю, у кого были такие опасения. Эти мысли о явке, о недостаточной явке, невысокой явке, мне кажется, сознательно внушались нашим гражданам для того, чтобы понизить как раз эту явку. А по всем прогнозам и по всем исследованиям социологическим, с которыми я знаком, явка предполагалась достаточно высокой. Мне кажется, что можно критиковать действующие власти, можно спорить, можно не соглашаться, можно обвинять даже в чём-то. Но чего абсолютно точно нельзя делать, это саботировать политические процессы в стране. Это не только вредно, это и опасно. Я в своём обращении к гражданам страны перед выборами говорил о том, что страшно даже представить, если в какой бы то ни было стране, тем более в такой сложной стране, как Россия, находящейся на переломном этапе своего развития, не будут сформированы высшие органы власти и управления. Это просто приведёт к хаосу. Пострадают все. Это недопустимо. Это не политическая борьба, это саботаж. И то, что люди не поддались этому саботажу, я думаю, что это проявление гражданской зрелости граждан нашей страны. Пожалуйста. Телеканал Россия, у вас завтра первый рабочий день после выборов. Что вы будете делать? Работать. Это же первый рабочий день. В рабочий день я работаю. В днём, может быть, мы немножко сместим по времени, имея в виду, что сегодняшний рабочий день для многих закончится достаточно поздно или начался уже слишком рано. Во всём случае будет проведена, как и положено, как и заведено за последние годы, встреча с руководством правительства. Ещё несколько рабочих встреч с коллегами из различных ведомств правительственных и силовых структур. И в ряд телефонных переговоров с моими коллегами, которые уже сейчас заявили о своём желании переговорить по телефону, обсудить вопросы двухстороннего характера. Ну, я думаю, всем понятно, что это связано ещё, наверное, с результатами выборов. Люди хотят переговорить, ведь мы поздравим. Во всяком случае, несколько таких телефонных разговоров намечено. Вы знаете, я недавно встречался с олимпийцами. И некоторые из них приглашали на свои тренировки, на свои базы. Вот первыми из тех, кто пригласили, это как раз были боксёры. И не скрою, мне было просто интересно посмотреть, в каких условиях у нас тренируются спортсмены, которые добиваются уникальных, я считаю, результатов. Напомню, что на последнем чемпионате Европы они из 11 возможных золотых медалей завоевали 9. И позволю вспомнить также о том, что это у них дубль был. На предыдущем чемпионате Европы, который проходил в нашей стране, в Перми, по-моему, они из 12 возможных тоже взяли 9. И тогда посчитали, что это случайно. Вот сейчас они подтвердили, что никаких случайностей нет. Они сильнейшие в Европе. Я получил удовольствие от общения со спортсменами. Очень приятные ребята, настроенные на победу. Думаю, что у нас есть все шансы получить хороший результат в боксе на Олимпийских играх. Поростные итоги. Поростные итоги. Разрешите Вас поздравить с победой и разрешите задать вопрос. Каковы будут Ваши приоритеты во внешнеполитической деятельности? Я только что сказал, главная цель нашей политики заключается не в том, чтобы демонстрировать какие-то амбиции имперского характера, а в том, чтобы обеспечить благоприятные внешние условия для развития России. Ничего здесь необычного нет. И мы будем выстраивать многовекторную внешнюю политику. Мы будем работать и с Соединёнными Штатами, и с Евросоюзом, и отдельными странами Европы. Будем работать с нашими азиатскими партнёрами, с Китаем, с Индией, со странами АТР. Например, в силу своей географии Россия является и европейской, и азиатской одновременно страной. До сих пор всё, что мы делали, руководствуясь этими соображениями во внешней политике, нам помогало в осуществлении тех целей развития России, которые мы перед собой ставили. Я надеюсь, что мы с назначением нового министра, который имеет очень хороший опыт работы в Организации объединённых наций, и используя всё то положительное, что наработал за последние годы бывший министр иностранных дел, который возглавил сегодня Совет безопасности России, и мы сможем создать очень эффективный инструмент внешней политики Российской Федерации. Независим. Семья Газита, Наталья Миликова. Владимир Владимирович, проведение каких реформ во внутренней политике Вы считаете сейчас первоочередным делом? Прежде всего, это укрепление демократических институтов, это развитие многопартийной системы, реальной многопартийной системы, с тем, чтобы партии федерального значения имели реальное влияние в регионах, и чтобы регионы через эти партии могли бы влиять на высшие органы власти и управления в России в целом. Вот это основная цель. Я думаю, что если мы решим эту задачу, то политическая система в России будет достаточно сбалансирована. Мы должны создать условия для того, чтобы развивались партии всех направлений, чтобы на политической сцене страны был слышен голос всех, и малых, и больших партий. И я уже говорил об этом, мы должны гораздо больше предпринять усилий для того, чтобы укрепить институты гражданского общества. Вот если всё это нам удастся сделать, то это будет хорошей базой для строительства современной экономики. Аргументы и факты, Виталий Цыпляев. Как известно, подготовка к очередным выборам начинается сразу после завершения предыдущих. Уже есть у вас какое-то представление, кого бы вы хотели видеть своим преемником, и когда может начаться подбор кандидата на это? Подбор кандидата уже начат давно, 4 года назад. Представление о том, каким должен быть этот человек, у меня есть. Это должен быть порядочный человек, честный, который хочет и может служить своему народу, и в состоянии это делать по своим деловым и личным качествам. Таких людей в стране достаточно. Здравствуйте. Интертас. Скажите, пожалуйста, Владимир Владимирович, а как вы сами можете всё-таки объяснить существенный прирост голосов в вашу пользу по сравнению с предыдущими выборами? Вы знаете, я считаю, что я напряжённо работал все эти годы, по-честному. Вот когда я приносил клятву 4 года назад, там были такие слова, буду работать честно. И могу вас заверить, что во всяком случае в этой части я полностью выполнил своё обещание. И я думаю, что люди не могли это не почувствовать. И я очень благодарен тем, кто заметил это и вот с сегодняшним голосованием поддержал меня сегодня. Продолжение следует. Мне не было скучно в эту компанию, потому что я напряжённо работал. А когда человек занят конкретным делом, ему никогда не скучно. Первое. Второе. Для меня всё-таки важен был результат. Это не пустой звук, не просто. Если вы обратили внимание, я ведь действительно не проводил никакой специальной предвыборной кампании. Если бы она проводилась, результат, может быть, был бы и другим, ещё более высоким. Но я сознательно этого не делал, потому что для меня было важно посмотреть, как люди реагируют не на предвыборные трюки, а на работу. Поэтому я практически не менял стиль своей работы, который сложился за предыдущие 4 года и в ходе этой избирательной кампании. И результат был для меня важен. И я им, конечно, удовлетворён. Теперь, что касается того, готов ли я поработать на историю. Нет. Не готов. Я считаю, что нельзя руководствоваться какими-то завиральными идеями, непонятными ни для кого. Работать нужно для конкретных людей, которые живут сегодня, и на наших детей и внуков, которые будут жить завтра и послезавтра. Надо всегда оставаться на почве реальности. Я, отвечая на вопрос одного из ваших коллег недавно, сказал, я эту формулу сам придумал, может быть, её ещё кто-то когда-нибудь излагал, но мне кажется, что я придумал её сам. Искусство политики заключается в том, чтобы найти золотую середину между необходимым и возможным. Стабильность, об этом тоже упоминалось только что. Стабильность, которой мы так сегодня дорожим, она, разумеется, только необходимые условия для развития. А целью развития является благосостояние наших граждан. Для того, чтобы его добиться, нужно, безусловно, сделать ответственные шаги по модернизации нашей экономики и социальной сферы. Но делать нужно это аккуратно, чтобы не навредить, чтобы не подорвать доверие людей к тому, что мы делаем. Потому что, если произойдёт это, то вообще ничего невозможность будет сделать в будущем. Поэтому мы будем модернизировать страну, мы будем действовать решительно, но постараемся каждый наш шаг объяснять. С тем, чтобы люди понимали, что делается и почему, и какие цели мы ставим перед собой, проводя те или иные преобразования в экономике, либо в социальной сфере. Думаю, что будут те, кто не согласен, будут те, кто будут выступать против. Но, во всяком случае, правительство буду нацеливать на то, чтобы не было тех, кто не понимает, что происходит. И если мы добьёмся вот такого режима взаимодействия с обществом, мне кажется, что мы сможем действительно многое сделать, опираясь на понимание и поддержку народа, населения. Но действовать просто, руководствуясь, повторяю, теоретическими представлениями о своей роли в истории, считаю ошибочным. У вас третий вопрос, пожалуйста. Пожалуйста, уточните. Насколько я понимаю, когда я решила о работе на истории, имелись в виду какие-то непопулярные решения, которые может себе позволить президент? А я только ещё сказал, что если и мы будем планировать те решения, которые часто называют непопулярными, прежде всего в социальной сфере, то правительство обязано будет объяснить, какие шаги оно предпринимает, почему и на что рассчитывает. И сделать это нужно будет в ходе широкой общественной дискуссии, выслушивая разные точки зрения. Нужно семь раз отмерить и один раз отрезать. А можно всё-таки ещё уточнить приоритеты вашей деятельности будущей? То есть более конкретно, что ли, если можно? Об этом много раз говорили, могу повторить ещё раз. Самое главное для нас – обеспечить рост экономики и надеясь, что мы сделаем… Я в ближайшее время более подробно остановлюсь на этом, может быть, даже на этой неделе. Мы должны будем делать дальнейшие шаги по совершенствованию нашей налоговой системы. Должны будем предпринять необходимые действия в области естественных монополий, реструктуризации естественных монополий. Мы только-только приняли базовые законы, касающиеся железнодорожного транспорта, электроэнергетики. Нам нужно будет делать следующие шаги. Возвращаясь к предыдущему вопросу, ещё раз хочу подчеркнуть, что действовать нужно очень аккуратно, потому что цена ошибки слишком может быть велика, но делать надо, и делать мы это будем. В социальной сфере мы должны, конечно же, особое внимание уделить проблемам развития пенсионной системы, сделать внятные шаги в области предоставления качественных услуг в сфере здравоохранения и образования. Есть, разумеется, и другие цели, но из тех, которые можно отнести к разряду особо общественно значимых, я бы назвал вот эти. Пожалуйста. Рейтер Януков Михайлов. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, имели ли вы в виду «Газпром», когда говорили о реформе следующих естественных монополий? Я говорил не о реформе следующих естественных, я говорил о необходимости сделать следующие шаги по реформированию того, что уже было сделано. Что касается «Газпрома», сразу могу сказать. «Газпром» – это структура, на которой в значительной степени базируется наш экономический рост, потому что мы с вами прекрасно знаем, что газ у нас продаётся в стране и для бытовых, и для промышленных потребителей ниже себестоимости, и за счёт «Газпрома» мы в значительной степени обеспечиваем экономический рост других отраслей. Это факт, про который нельзя забывать. Поэтому, если мы там в одночасье хотим всё перевести на чистое рыночные условия, то завтра тогда мы должны будем продавать своим потребителям газ по той же цене, по которой мы продаём в Западную Европу, по 110 долларов за тысячу кубов. Это невозможно. А если это невозможно, тогда нам нужно бережно относиться к «Газпрому». Но это не значит, что там вообще ничего не нужно и нельзя сделать. Там, как минимум, нужно обеспечить рынок газа внутри страны, и обязательно нужно обеспечить свободный доступ к трубе независимых производителей. Правда, нужно, чтобы они поняли, что это не будет означать для них свободный выход на внешний рынок. И что точно совершенно нужно сделать, это нужно в конце концов обеспечить прозрачность самого пакета «Газпромовского», пакета акций «Газпрома». Спасибо. И вопрос. Не могли бы Вы стимулировать основные принципы взаимоотношений власти и бизнеса на ближайшие четыре года? Спасибо. Стабильность, прозрачность, законность. Пожалуйста. Ну, там, на галёрке, может быть, чтобы не обижать коллег. Давайте, давайте. В ведомости Николая Ивановна, скажите, пожалуйста, существуют ли планы по реорганизации работы администрации президента по реформированию структуры? Да, существуют. А можете о них сказать сейчас? Нет. А когда сможете? Что? А когда сможете? Я думаю, что в течение десяти дней. Спасибо. Ещё вопросы, коллеги? Пожалуйста. Владимир Владимирович, как Вы думаете, когда можно будет давать оценку, работает ли новая структура правительства, ну, первые оценки, и, соответственно, кадровому составу нового правительства? В понедельник вот этот уже можно начать давать оценки. Уже начинайте. И я тоже буду. Спать нельзя ни одного дня. Значит, как только назначили, заработная плата уже начисляется. А если заработная плата начисляется, деньги получают, пусть отчитываются, за что им деньги платят. Пожалуйста. Телекомпания BBC. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к сегодняшним заявлениям Колина Паула и Конделиса Райса насчёт выборного процесса в России? Насчёт? Насчёт выборного процесса в России. Мне кажется, что, во-первых, у меня с ними очень хорошие отношения, и мы знаем, в каком состоянии находится внутриполитическая жизнь в Соединённых Штатах. Мы знаем, каков сейчас расклад политических сил. И исхожу из того, что это продиктовано в значительной степени вот этим внутриполитическим раскладом. Первое. Второе. Мы прислушиваемся ко всем критическим замечаниям. И эти критические замечания тоже не пройдём мимо них, мы их проанализируем. И если найдём, что здесь есть над чем подумать, не только примем к сведению, но и сделаем из этого соответствующие выводы. Ну и, наконец, третье. Я думаю, что ни у кого нет права считать, что если они критикуют других, то значит, их самих не за что покритиковать. У нас на Руси есть такая поговорка. Вы, наверное, её знаете, поскольку так хорошо владеете русским языком. У нас говорят так, что некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя в собственном глазу бревна не видят. Во многих странах так называемой развитой демократии тоже очень много проблем с этой демократией. В том числе в избирательных процедурах. И мы почти четыре года назад с изумлением наблюдали за тем, как избирательная система Соединённых Штатов даёт сбои. Так что надеюсь, что критикуя нас, они будут делать и для себя определённые выводы, будут совершенствовать и свои демократические процедуры. В общем и целом, считаю, что это полезно, если мы будем вот так вот в дружеском порядке обращать внимание друг друга на какие-то недостатки, недочёты. Потому что это, на мой взгляд, должно привести не к конфронтации, а к совершенствованию наших демократических систем и процедуре выборов. Пожалуйста, вопрос. Вас также, кроме Кулина Павлова, они тоже достаточно много критиковали, но были ли там какие-то рациональные зёрна, подчеркнули что-то новое для себя? Спасибо. Вы знаете, я не потому что с пренебрежением относился к этому, а просто был занят. И, конечно, так уж внимательно я не мог наблюдать за всем, что происходило в ходе этой избирательной кампании, в дебатах и так далее. Но некоторые вещи, многие из тех вещей, которые звучали с экрана в ходе дебатов, они, конечно, являются правильными. Мы все хотим жить хорошо, все хотим быть здоровыми и богатыми. Вопрос только в том, как достичь этой цели. И почему действующие власти всегда труднее на выборах? Потому что её есть за что критиковать. А тем, кто со стороны критикует, они трудноуязвимы, потому что их вроде как не за что. Но так они и не сделали ничего. Но, повторяю, все мои конкуренты на выборах, на мой взгляд, люди достойные. Они проявили хорошие интеллектуальные качества, бойцовские качества. Они знают проблемы страны, обращают внимание граждан России и представителей власти на эти проблемы. Думаю, что избирательная кампания пошла на пользу всем нам. Поскольку у некоторых уже плёнка закончилась в диктофонах, последний вопрос. Пожалуйста. Владимир Владимирович, вот сейчас Андрей Реуд, газета «Газета». Сейчас осторожно, так понемногу стали появляться разговоры о преемнике. Скажите, а вы сами думали о том, чем бы вы хотели заниматься, когда пройдёт ещё четыре года, и вы останетесь без работы? Вот пристали вы там. Я ещё не начал работать в следующие четыре года, а вы меня уже на пенсию отправляете. Ну, конечно, я иногда задумываюсь над этим, но сейчас должен сосредоточиться на том, чтобы выстроить работу на ближайшие четыре года. Выстроить её и самому не сбавить обороты, которые набраны за предыдущие четырёхлетия. И администрацию президента выстроить соответствующим образом. И правительство настроить на такой же темп и ритм. Вот сейчас об этом нужно думать. Хотя, конечно, восьмой год будет годом непростым. Это я прекрасно себе отдаю себе в этом отчёт. И, конечно, об этом все мы должны думать. Но мне кажется, что он тем будет мягче для нас, для всех, для страны, чем больших результатов мы добьёмся за предстоящие четыре года. Мы все вместе. И тогда, и 2008 год у нас будет в политическом смысле, возможно, жарким. Но не поставит нас на грань каких-то проблем, за которые мы столкнёмся с разрушением нашей политической системы, либо государственности, не столкнёмся с проблемами, которые не сможем решить. И наоборот, чем успешнее будет наша деятельность, хочу подчеркнуть это, всех нас, деятельность всех нас за это четырёхлетие предстоящее, тем легче нам будет справиться при всём разнообразии и разбросе политических взглядов с проблемой 2008 года. Давайте последний вопрос ещё. Кто ещё не задавал? Кто ещё не задавал? Пожалуйста. Пожалуйста. Да, да, вот. Агентство Франц-Пресс. Владимир Владимирович, Вам часто вменяют вину Ваши оппоненты в том, что Вы не участвовали в теледебатах. Что Вы можете им ответить? Это неинтересно. Вот в этом считаю, что для действующего президента нет никакого смысла. Потому что всё, что я мог сказать, я обязан был сделать и продемонстрировать это своими действиями в течение четырёх лет. Но на сто процентов просто каждое слово моих оппонентов неизвестно. И думаю, что это такая бессмысленная игра либо в поддавки, либо игра, когда один из игроков заранее знает результат. Я думаю, что обоснованным является то, что мы избрали именно такую тактику в ходе этой избирательной кампании. Повторяю, можно было бы использовать различные предвыборные трюки и дебаты соответствующим образом выстроить. И поплясать, и попеть. Но люди у нас, знаете, даже рядовые люди, далёкие от политики, они действительно сердцем чувствуют многие вещи. И за четыре года вполне даже рядовой гражданин, который не занимается и не интересуется политикой ежедневно, прекрасно мог и понял, что происходит в стране и на что можно надеяться в ближайшие годы. Вот я думаю, что это самое главное. И результаты выборов как раз подтверждают, что эта реакция есть, и она положительная. Спасибо вам большое.